Здравствуйте! Приветствуем вас на телевидении Электрогорска в студии Ольга Костина с итоговым выпуском новостей за прошедшую неделю, а самым главным прямо сейчас. 14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В Доме правительства присутствовала делегация из Электрогорска во главе с Денисом Семеновым. Какие задачи поставил перед муниципалитетами губернатор в специальном интервью с главой города? Расскажите, пожалуйста, о ключевых моментах, которые говорился в обращении губернатора вчера на встрече. Ну, для себя я подчеркнул практически все, что говорил губернатор. Это все ключевые моменты развития образования, медицины, науки, инвестиций, капитала. Это создание комфортной городской среды, благоустройство дворов, уличное освещение, ремонт дорог. Это все ключевые моменты в той или иной степени. Ну, для себя подчеркнул многое. Самое главное, что действительно, чтобы добиться положительного эффекта, да, нужно очень много трудиться. Задачи понятны, темп понятен, что отдыхать на этом месте не приходится и аутсайдерам, чтобы тоже неохота стать. Поэтому все для себя мы определили основные направления, конкретно вот, что в первую очередь необходимо решить в Электрогорске для наших жителей, для нашего города. Сегодня утром уже провели достаточно большое такое оперативное совещание с участием всех заинтересованных для того, чтобы уже понимать, кто что делает, когда будут объявлены торги, конкурсы, где проекты заказать, где что подумать, где посмотреть, как в другом городе сделано там. То есть, задача на самом деле... Вот. Ну и самое главное, очень приятно было, да, что мы прозвучали в отчете и послании губернатора Электрогорск к дополнительному выделению денежных средств на капитальный ремонт 41-го детского сада «Гнездышко», который 30 лет, уже 31-й год, ну действительно требует ремонта, как и внутренних помещений, и внутренней обстановки, так и уличных веранд и прогулочной зоны. То, что денежные средства более 100 миллионов рублей на капитальный ремонт с приобретением новой оборудования, новой мебели, уже определены, выделены из бюджета Московской области. Самая главная наша задача, это по результатам конкурсов, торгов, определить порядочного подрядчика, который не подведет и выполнит все эти работы в срок. Потому что нам придется детишек всех из этого сада распределять по другим садам, и чтобы капитальный ремонт, он не стал каким-то там длительным процессом, да. Во-первых, это и для самих, и для детей, и для родителей будет, ну, лишняя проблема. И для нас, чтобы действительно мы до конца года, в декабре уже смогли его открыть, капитально отремонтированным, снова оборудованным, снова мебелью. Для меня сегодня это первая очередная сейчас задача. Вот у нас вечером сегодня будет совещание как раз в этом детском саду с заведующей, с начальником управления образования, с заместителями. Как раз мы будем прорабатывать дорожную карту, план действий, кто что будет делать для того, чтобы все процессы у нас уже пошли, и чтобы время уже не терять. Потому что временный ремонт у нас крайне мало, и мы должны все сделать в качественном сроке. Вот. А в обращении губернатора, действительно, хочу сказать, что наш президент, наш губернатор, это для меня большие авторитеты, лидеры, люди своего дела, которые конкретно ставят конкретные задачи, как должно быть, что для этого нужно делать, и как к этому нужно подойти. План действий ясен. Мы все готовы, все вперед. Реализация поручений и президента, и поручений губернатора. Сейчас все к исполнению будет. Для нас сегодня первоочередные задачи объявить торги, конкурсы, аукционы на проведение различных рода мероприятий и работ в Электрогорске, чтобы мы смогли вовремя приступить и начали и комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт и строительство дорог. У нас также благоустройство создания комфортной городской среды. У нас полный перечень мероприятий. По каждому индивидуальная обстановка, что-то идет быстрее, что-то идет чуть медленнее. В ближайшее время мы планируем открыть новое здание детской поликлиники, запустить его в эксплуатацию. Вчера был подписан контракт на проектирование новой школы на 550 мест. Теперь порядка 230 дней будет изготавливаться, прорабатываться проект со всеми альбомами, после чего будет объявлен конкурс уже на строительство этой школы. У нас уже есть большие движения, в том числе и по строительству новой школы в виде проектирования, чтобы ликвидировать вторую смену. Комплекс мероприятий по Электрогорску с приоритетными проектами все определено. Губернатор поставил четкие задачи, конкретные сроки, готов к исполнению. Уже приступаем. Ну и, конечно, самое главное, важное политическое событие этого года – это выборы нашего президента Российской Федерации, выборы губернатора осенью, которые состоятся. Приглашаю всех жителей города Электрогорска отдать свой долг, выполнить свою гражданскую, проявить позицию, прийти на выборы 18 марта и проголосовать. Давайте вместе выбирать президента. В 15 февраля 1979 года условную линию границы, проходящую по мосту через Амударью, пересек русский воин – генерал-лейтенант Борис Громов. В этот день завершился вывод из Афганистана ограниченного контингента советских войск. Они вернулись в общество, чтобы обрести мир и покой. Они принесли с собой желание рассказать правду о честно выполненном долге, об утерянных друзьях, о добром отношении к людям. И каждый год в этот день воины-интернационалисты собираются вместе, чтобы вспомнить нелегкую службу сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей. Отголоски той войны до сих пор отзываются в судьбах тысяч ее участников. И среди этих тысяч есть и наши земляки. 38 электрогорцев воевали в Афганистане. Многие из них награждены орденами и медалями. По-разному сложилась судьба у ветеранов-афганцев. Но всех их объединяет боевое братство и взаимопомощь. Спустя 29 лет 10-летняя военная кампания СССР в Афганистане уходит в далекое прошлое. Ее участникам, бывшим афганцам, самым молодым из тех 18-летних парней, сейчас чуть-чуть за 50. И сегодняшний день для них это праздник, но очень грустный. Решите поздравить всех присутствующих, и особенно воинов-интернационалистов 29-й годовщины Вивы Довольства Киевистана. Пожелать всем, кто сейчас живой, действительно крепкого-крепкого здоровья, матерям, кто живы, кто не вернулся, лично им память. Воины-интернационалисты, участники необъявленных войн, офицеры и солдаты. Служба Родине была для них священным долгом. Так их воспитали отцы, так им завещали деды. Сегодня исполняется 29-е годовщина вывода войск из Афганистана. Я хочу всех поздравить с этим праздником. Те, кто остался там, светлая память и будет в наших сердцах всегда. Хочу пожелать всем, ребятам, крепкого здоровья, личной жизни, успехов в работе. Этот день – еще и день скорби детей, не дождавшихся отцов, родителей, потерявших сыновей, жен, принявших скорбный груз 200, друзей, потерявших на поле боя своих однополчан. И сегодня мы вспоминаем тех, кого уже не стало за прошедшие почти три десятилетия. Это Александр Садыков. Сергей Жданович, Алексей Артемов, Александр Никитенко, Виктор Шарков, Сергей Шиминг, Валерий Агеев, Михаил Брыков. Панихиду по погибшим и умершим воинам отслужил настоятель городского храма отец Александр. Воевавшие дети, не воевавших отцов, так часто говорят об афганцах. Минуты молчания вспомнили своих русских солдат, погибших при исполнении своего интернационального долга. Страшное слово «война», когда его произносишь вслух, сразу видишь ужас, разрушение и смерть. Именно поэтому русские воины идут туда, где сдают документы, забывают имена, получают позывные и сражаются за мир во всем мире. А алые гвоздики, словно слезы матерей и любимых, друзей и родных, в этот день ложатся на холодный каменный гранит в память об их подвиге. А признанием их заслуг перед страной являются государственные боевые награды, выданные в том числе посмертно. Все остальное шелуха. Кому-то нужно было быть в нужном месте и в нужное время. Время выбрало их. Сегодня дата она не так же радостная, но и немножко трагическая. Много народу не вернулось с той войны, со страшной, с тяжелой. Молодому поколению хотелось бы пожелать, чтобы они помнили и уважали ветеранов, афганцев, чеченцев, ветеранов Великой Отечественной войны. Не забывали, чтили историю. Были сильными, крепкими. Брали пример. И хотелось бы, конечно, сегодня еще немножко... Саша, Александр Березович. Хотелось бы ему вручить сегодня медальку. 20 лет Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Держи другу все. От души. Говорится, служу в Советскому Союзу. Вообще, в Советском Союзе нет, служу в России. День этот памятен нам навсегда. Катятся слезы порой иногда. Слава погибшим, слава живых. Вы, наша гордость, пример молодым. Великие герои афганской войны Нашли через многие труды стивы. Смертью зрели, кровавое жало. Вели близких, родных, родных людей. Празднование Масленицы вовсю идет по городу. И отмечать ее начали в детском саду в кругу малышей. Самые юные жители Электрогорска не только красочно отметили начало весны, но и смогли сами поучаствовать в импровизированном, театрализованном представлении. Есть такие праздники в календаре, которые на радость всем отмечаются не день, не два, а целую неделю. К таким относится Масленица. Все ходят друг к другу в гости и пекут блины. И наша съемочная группа отправилась туда, где слышен задорный детский смех и чувствуется аромат обеда. Но на печь вкусных блинов в Масленицу только половина дела. Веселое гуляние – не менее важная часть праздника. Сегодня мы празднуем Масленицу. В дошкольном учреждении такие мероприятия проводятся с целью приобщения детей к народной культуре. Дети готовятся вместе с родителями, воспитателями. Мы разучиваем стихи, попевки, частушки. Дети приносят из дома платки, готовятся к этому выступлению. Также мы изготовили открытки поздравительниц с изображением солнца, блинов. В общем, отмечаем, радуемся. И вам того же желаем. С Масленицей! Воспитатели и педагоги подготовили занимательную программу. Гуляние устроили на радость и на славу. Детвора с удовольствием принимала участие в соревнованиях. Весело и задорно пела частушки, перетягивала канат. Ребята получили массу ярких впечатлений и эмоций. Блины любите? Любим. Я люблю блины. А кто вам их готовил? Мама. А мне мама. А с чем? Скажите, с чем блины? Скажите, с чем блины? С сметаной и кумичной. А я ел блины. Мне баба готова блины. Я ел за сгущенкой. А что, ты блины любишь кушать? Да, я люблю сгущенкой есть. А ты помогала маме блины готовить? Нет, только мам с мамой. А ты кушала? А ты кушала? С чем блины кушали? С сгущенкой. С сметаной. С творогом, с мясом. Со сгущенкой. А с икрой кушала? А? С икрой красной кушала? Пока детвора наперебой рассказывала нам, с чем кушать блины вкуснее всего, в столовой уже подоспело вкусное лакомство. Вот наша весна! Смешная весна с длинами! Со цветами, со дождями милыми! Угощения достались и нам. Вкус таких блинчиков мы не забудем никогда, ведь они приготовлены с любовью, а это, пожалуй, главный ингредиент. 7 марта в 18.00 Приглашаем вас в Дом культуры на интригующей комедии с элементами детектива на струнах дождя. Главную роль спектакля исполнит несравненная Ирина Муравьева, а также именитые московские артисты, театра и кино Анна Уколова и Евгений Кулаков. Пронизанная легким юмором и обаянием актерская игра заставит вас смеяться, сопереживать героям и задуматься о своей жизни. Заказ билетов по телефону 320-06. Ждем вас! Не забывайте, что каждые выходные вас ждут зимние развлечения на городских катках. Приглашаем всех любителей катаний на коньках, особенно юных жителей, принять участие в развлекательных мероприятиях, которые пройдут 18 февраля на катке Уфок Лидер в 16.00 и на катке в городском парке в 17.00. Организатором мероприятий – Электрогорское объединение многодетных семей «Родное гнездо» и Городской дом культуры. Не пропустите! Денис Семенов совершил еженедельный обход по городу, посетил строящийся дом на улице Ленина, осмотрел здание детской поликлиники и проверил, как справляется с уборкой снега коммунальные службы, ведь это сейчас самая основная задача. Подробности – в репортаже моих коллег. Обильные снегопады – это радость для детей. Ведь можно вдоволь накататься с горок и на санках, погулять и поваляться в снегу. Но чтобы жителям города зима приносила только радость, а не хлопоты, с этим постоянно борются коммунальные службы. Вовремя расчищенные парковки, пешеходные зоны и тротуары – залог успеха. Именно этому и был посвящен объезд главы по территории Электрогорска. Ведь главное сейчас – своевременная уборка снега и его вывоз на снегосвалке. Больше всего жало под жителей города поступало именно на нечищенные дворы. В ходе своего объезда Денис Семенов посетил несколько дворов и отметил, что управляющие компании активно используют спецтехнику. Составлен график уборки дворовых территорий. Специалисты ведут мониторинг качества и сроков выполнения работ. И работы в усиленном режиме будут вестись до тех пор, пока не будут приведены в порядок все дворы города. Вот это вот, до брусчатки надо все очистить, переходы. Вот эти все переходы, раз, два, три, все должно быть очищено до брусчатки, прямо до идеального. Никаких бугров, ничего не должно быть. Горячую воду в баке привезти, помыть лавочки. Урны убраны, надеюсь. Помыть лавочки, вывезти отсюда снег весь, до масленицы все вывезти. Вот раз куча, там два куча, здесь три, там еще. И фонарь тот, не забудьте, в углу, который отремонтируете. Работу муниципальных дорожников по борьбе с многодневным снегопадом глава оценил на твердую четверку. Управляющие компании сработали чуть хуже. Но все же, как отметил глава, прилагает все усилия по наведению порядка на придомовых территориях. Во время рабочего совещания на строительной площадке многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 15, который строится по программе переселения, представитель компании-застройщика доложил о ходе строительства и планах на ближайшее время. Закончили, в общем-то, монолит всего дома. Потому что зимний период, требуются определенные мероприятия, которые бы не нарушали бетонные работы все эти. Вот, теперь ведутся внутренние стены. Ну и вот будем приступать к остеклению третьего и четвертого этажей и кровли. Параллельно строители занимаются разводкой коммуникаций по квартирам нижних этажей, где возведение стен завершено и установлены окна. Еще один важный объект – это детская поликлиника. Все ремонтные и отделочные работы завершены. Рабочие повесили вывеску на здание больницы. Внутри помещения установлена навигация, развешено расписание приема врачей и таблички на каждую дверь кабинета. Прошла полная поставка мебели. Сейчас ведутся последние подготовительные работы – расчистка территории и парковки от снега, уборка кабинетов, мытье окон, установка оборудования. Глава сделал объявление, что 27 февраля в 12 часов пройдет открытие здания детской поликлиники для посетителей. В субботу, 17 февраля, обязательно приходите на празднование Масленицы. Вас ждет масса развлечений и угощений. Хороводы, песни и пляски, перетягивание каната, состязание в метании сапога, угощение горячими пончиками, солдатской кашей и чаем. Главное блюдо Масленицы – блины. В эту субботу по специальному рецепту их будет печь глава города. Приходите всей семьей. Встречаемся в 12.00 на городском бульваре, а в 14.00 в парке на фестивале блинов. 12 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения русского электротехника, выдающегося энергетика Роберта Эдуардовича Классона. В канун юбилея основателя нашего города в пятницу 9 февраля состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте установки памятнику Роберту Классону. Череда мероприятий, посвященных 150-летию Роберта Эдуардовича Классона, основателя ГРЭС-3, а с ней и поселка Электропередача, из которой вырос наш город, начался задолго до этой торжественной даты. Но среди них самым главным, долгожданным и без лишней скромности историческим, стало открытие закладного камня на месте будущего памятника этому великому человеку. Сегодня для нас действительно знаменательное событие для всего Электрогорска. День юбилея 150 лет Роберта Эдуардовича Классона. Мы в этот год будем открывать памятник. Уже определились с местом, жители выбрали, что памятник будет установлен на привокзальной площади. Я думаю, что этот первый памятник в городе Электрогорцев, в городе Электрогорске, который будет нашей общей с вами историей. Мы не забываем историю, это очень важно. И очень важно, что такое количество молодежи, молодых людей, активных жителей вспоминают про прошлое, про образование сначала поселка Электропередачи, а ныне город Электрогорск. Больше 100 лет назад за рекордные сроки, всего за 11 месяцев, на месте огромного болота была построена первая в России электростанция, работающая на торфе, а рядом с ней маленький рабочий поселок, ставший впоследствии городом Электрогорском. К сожалению, случилось так, что единственный бюст Роберта Классона сейчас находится на закрытой территории ГРЭС-3. 12 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Роберта Классона. Только такой талантливый инженер, неутомимый создатель, ученый, известный в начале 20 века в научных кругах своими изысканиями в области энергетики, смог не только разработать уникальный проект создания электростанции, работающей на торфе, но и реализовать его в 75 километрах от Москвы на месте большого торфяного массива на болотах близ озера Госьбужье. И поэтому у жителей, старающихся сохранить и преумножить историю Электрогорска, возникла идея – установить в городе памятник отцу-основателю. Администрация во главе с Денисом Семеновым поддержала эту идею. В Воском кругу таких патриотов, жителей города Электрогорска, обсуждали, что можно сделать такого, чтобы начинать возрождать историю. Каждый город, он чем-то уникальный. Вот Павловский пассад, допустим, платки, храмы. Наш город относительно, он не старый, он молодой город. И мы тоже по-своему уникальны, но уникальны тем, что первая в мире и первая в истории станция на торфе. И когда вернулись в эту историю, начали смотреть, разбираться. У нас даже в городе нет памятника. А тот бюст, который стоит на городе номер 3, на предприятии, он недоступен для обычных жителей, для граждан, которые... Я его даже лично, по-моему, один раз в жизни своей видел. И родилась идея установить памятник, сделать из бронзы высокий, порядка 4,5 метра вместе с постаментом. Так как много было разногласий и обсуждений, где его установить, решили в социальных сетях и на сайте администрации разместить интернет-голосование, чтобы люди выбрали место и, подведя итог, спустя месяц голосования определили площадь вокзальную. В этот исторический день на открытие закладного камня в город приехал внук Роберта Эдуардовича Классова. Конечно, я давно знаю ваш город. Мы еще с отцом ездили. Приезжали, ну, конечно, в основном в электростанцию, но и были в доме правления, в доме директора. Так что я с удовольствием приезжаю каждый раз, когда меня приглашают. Спасибо вам за внимание, значит, к имени Роберта Эдуардовича. Спасибо. На память об этом событии Михаилу Классону подарили символичный подарок. В такой замечательной дате подготовили альмонав Краеведа. Работу лично выполнил Суриго Александрович. Мы его платили в жизнь благодаря помощи предпринимателей и всех, кто был невнодушный. И вот самый первый экземпляр этого альмонава у нас Михаил Ивановича. Спасибо. Праздничное мероприятие продолжилось в Доме культуры, где для всех собравшихся был показан фильм и организована выставка о жизни Роберта Классона. А его внук Михаил Иванович, как говорится, из первых уст, рассказал о таких деталях жизни знаменитого деда, которые не узнаешь ни в одном учебнике. Здесь главное то, что в феврале 1997 Классон участвовал в дискуссии об однофатном и трехфатном томах. И, по-видимому, на этой дискуссии его заметили, когда работал на Орбинских парковых заводах, и, по-видимому, на этой дискуссии его заметили представители общества электрического освещения 1686 года. И вот 12 февраля он уволился и стал работать в этом обществе. Вспоминания Роберта Классона, как мужа и отца, деда и друга, нельзя не вспомнить о его деловых качествах. Он, несомненно, был прекрасным и дальновидным организатором и руководителем. И даже сегодня может являться положительным примером для современных управленцев. «Самое интересное, что у нас на станции очень такое сочетание сверхсовременного оборудования и вот того старого, которое при Классоне было. Ну, в принципе, такого турбина-то были заменены, но, значит, само здание, вот старое, это то здание, которое Классон построил. Но после этого станция развивалась. И вот я все-таки директором там 25 лет был, вот, в моих глазах, значит, строилось. Я вот не думал, что мне придется столько строить, когда я, в общем, строить-то не очень любил. Но мне пришлось, значит, достроить, в вторую очередь, газовых турбин на станции. Значит, в электростале, как Классон на болоте, построить новую, ДТУ-ТЭЦ. В Полопосаде новую станцию построили. Так что мне пришлось строить очень много. Я вот понимаю, как сложно было Классону прийти на пустое место, когда ни железных дорог, ни автомобилей не было, ни кранов, вот, ни электричества. И как он сумел, чисто руками, лопатами, значит, построить это здание, запустить турбину, привезти оборудование из Европы. А самое главное, получить финансирование. Характерным для Классона было его серьезное и честное отношение к своей работе, за что он пользовался у всех знавших, глубоким уважением. В этом городе живут прекрасные люди. Здесь живем все мы, трудимся, рождаемся, создаем семьи, оставляем после себя след. И такой след в нашем городе, в истории нашего города оставил этот великий ученый, человек, который обладал, по-видимому, величайшей энергии трудолюбим. Я думаю, что это пример для нас всех, чтобы быть полезным и для нашего города, для нашей страны, для церкви. И, конечно, этот человек, исполняя свои обязанности жизненные, свое послушание, строит свою жизнь, будущее, и создает в себя человека духовного, который во всем стремится быть добрым, благочестивым, следует заветам Церкви Христовой, и оставляет глубокий, хороший, благочестивый след в своей жизни. Благодаря усилиям неравнодушных горожан и городской администрации в Электрогорске появится свой исторический центр с маленьким сквером, удобными лавочками и памятником Роберта Классона. Каждый день основатель города, возвышаясь на постаменте, рядом со зданием вокзала, будет встречать и провожать гостей и жителей самого лучшего в мире города. Мы еще планируем привести благоустройство вот этой небольшой зоны привокзальной, установить новые лавочки, урны, освещение сделать дополнительно. Я думаю, что в центре города там давно пора было навести порядок вот именно в районе улицы Советской напротив вокзальной площади. Событие, которое произошло в городе, в первую очередь необходимо для молодежи, у которой горят глаза, который хочет знать, сохранять и приумножать историю своей малой родины. И мы понимаем, что именно от них в ближайшем будущем зависит, каким будет рассказ о нашем Электрогорске и его людях. Меня очень удивило его историю, и мне удивило то, что у него поехал внук сюда. Очень понравилось. Он построил, можно сказать, станцию, где добывали токна, так скажем, разлив гидроторфа. И он построил целый город. Это очень великое дело для нашей страны, можно даже так сказать. А ты своим детям будешь рассказывать? Конечно, буду. Это же честь такая встретить внука основателя. В завершении праздника на сцене Дома культуры выступил московский казачий хор. Только для вас и только от телекомпании ТВЛ уникальное предложение телевизионная интернет-реклама по одной цене. При размещении рекламы на телеканале ТВЛ вы получаете продвижение ваших товаров и услуг в интернете за те же деньги. Мы сделаем так, чтобы о вас узнали все. Телефон рекламной службы 502-15. С 1 января 2018 года изменился маршрут следования автобуса номер 21. В связи с этим он перестал ходить через улицу Ленина. Это вызвало ряд вопросов со стороны жителей города. Кроме того, на остановочном павильоне висит недостоверное расписание. Чтобы разобраться в ситуации, мы встретились с начальником автостанции Светланой Кондратюк. Подробности далее. Во время прошлого прямого эфира к главе обратился житель улицы Ленина с вопросом о том, что случилось с автобусом 21. Он обнаружил, что с 1 января автобус перестал проходить через улицу Ленина. Хочется сказать нашим жителям городского округа Литрогорск о том, что маршрут номер 21 является маршрутом межмуниципальным, который соединяет между собой два городских округа. Это городской округ Павловский посад и городской округ Электрогорск. Если вы посещали городской округ Павловский посад и осуществили там посадку, вы доезжаете до вокзала городского округа Электрогорск. Это является конечным остановочным пунктом в городском округе Электрогорск. Далее пассажир вправе сам выбрать вид транспорта, на котором поедет далее. Это может быть как электричка, так и автобусы городского сообщения. В нашем городе это маршрут номер 5 мебельный комбинат улицы Калинина, либо если вы проживаете на улице Некрасова, у нас есть маршрут номер 3 улица Некрасова, Белый Мог. В связи с изменением 21 маршрута автобус, который едет из городского округа Павловский посад по Горьковскому шоссе доезжает до вокзала города Электрогорск, либо он едет из Васютина, из Васютина приезжает к нам также в Электрогорск на вокзал. Здесь пассажиры должны выйти из салона автобуса, потому что рейс у водителя закончился и водителю необходимо во-первых поменять рейсы на терминалах это раз, потом согласно транспортной безопасности он должен проверить салон автобуса на предмет забытых или оставленных подозрительных предметов, соответственно отметить путевой лист и уже после всех проведенных вот этих мероприятий водитель подает автобус заново на посадку. В связи с этим произошли задержки с заменой расписания следований автобусов на улице Ленина. Мы просим обращаемся к нашим жителям немножечко потерпеть, потому что мы немножко не успеваем заменить расписание на улице Ленина. Расписание уже заказано и как только оно появится у нас мы его немедленно вывесим на остановочных пунктах обновленное новое и все только говорится для наших жителей чтобы наши жители были в курсе всех любых изменений. Пока не появилось новое расписание автобусов на остановочном павильоне будет вывешено временное. Телефон автостанции по которому вы можете узнавать о любых изменениях в работе автобусных маршрутов 3 31 51 Также начальник автостанции уточнила информацию по оплате проезда. вы садитесь в 21 маршрут на улице Ленина или 14 школа как вы задали вопрос то соответственно у нас автобусы едут до вокзала и оплачивается проезд от 14 школы до вокзала. Дальше я как уже повторюсь может быть что пассажир дальше сам выбирает маршрут на котором он поедет соответственно заходя в автобус пассажир оплачивает проезд. Еще одно мероприятие прошло в городе ко дню рождения Роберта Классона. Кто лучше знает историю жизни отца-основателя выясняли учащиеся трех школ города на викторине посвященной памяти человека без которого не было бы ни первой в России районной электростанции работающей на торфе ни нашего города. В преддверии празднования 150-летия Роберта Эдуардовича Классона мы собрались с вами здесь в этом зале для того чтобы провести городскую викторину посвященную памяти этого замечательного человека. Итак мы начинаем. Прошу команды занять свои места. Три команды старшеклассников свободно от уроков время готовились изучали биографии Роберта Эдуардовича репетировали представления команды проводили тренировочные игры. И вот первый этап викторины визитная карточка. Солнце светит высоко в городе зима Приходи болей за нас Победа нам нужна Победа нам нужна Шагаем мы по городу По всем знакомым улицам Даем мы обещания Поддержим Игра получилась интересной и захватывающей Результат исторической битвы был непредсказуем до самого финала Каждая из команд то оказывалась впереди то не справившись с волнением давала неверные ответы А члены объективного жюри не только оценивали правильность ответа но и переживали за все команды Судить было нетрудно нет тут все четко отвечали она так хорошо составлена викторина либо да либо нет это все понятно нет судить было нетрудно обидно было что на простые вопросы иногда совсем не могли ответить ну совершенно простые вопросы то есть или волновались перенервничали хотя вот я даже немножко слышал кто-то там в команде отвечает правильно а его исправляют на неправильное вот понимаете как обидно но дети волнуются это все понятно но знания вам понравились да особенно 14 школа не потому что что она первая а потому что там еще ведь все-таки музей есть и хорошая учитель история в честной и упорной борьбе победителем стала команда школа номер 14 второе место у школы 16 а третье у лицея да мы очень рады мы долго к этому готовились и очень-очень рады это дожданная победа мы проводили с своим классом руководителем тоже типа того он нам составлял вопросы мы на них отвечали команда команда также по минуте мы отвечали как здесь были сегодня трудные вопросы которые вы не знали ну особо не было мы ко всему были готовы ребята показали отличные знания касающиеся жизни Роберта Классона его увлечений трудовой деятельности семейной жизни политических взглядов это уже вторая городская викторина посвященная истории Электрогорска и его жителям ну во-первых хочется выразить благодарность организаторам викторина прошла на высоком уровне вопросы действительно были достаточно высокого порядка и ребята показали как раз глубокие знания в краеведении как раз то что и говорилось в положении о проявении краеведческой викторины абсолютно каждый из присутствующих в зале получил сегодня бесценный подарок новые интересные знания положительные эмоции и заряд энергии я так думаю что такого плана исторические викторины нужны очень для детей почему они должны быть обязательно даже почему потому что преподаватели истории чисто физически не могут познакомить детей с каким-то материалом в процессе урока им не хватит 45 минут чтобы все это вместить в свой урок а для того чтобы поощрить детей найти какую-то свою информацию интересную для них вот и нужны такие викторины телеканал ТВЛ предлагает вам принять участие в нашем новом конкурсе мобильный репортер вы любите поваляться в снегу полюбоваться зимними пейзажами и падающим снегом нырнуть в прорубь после бани собрать близких и отправиться в зимний поход покататься на коньках или лыжах скатиться с горки на ватрушке или посидеть на озере с удочкой срочно делитесь своими зимними приключениями вместе с нами все ваши видео на зимнюю тему мы покажем в эфире телеканала авторы лучших роликов получат супер приз так что заряжайте свои камеры отправляйтесь на прогулку снимайте и присылайте ролики ведь снега этой зимы более чем достаточно а сейчас предлагаем вам посмотреть работы первых участников «Музыка» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На валы снега возле пешеходных переходов и городских зданий, свисающие с крыш сосульки, такие замечания были выявлены сотрудниками Госатомтехнадзора в ходе еженедельного объезда по территории Электрогорска. Подробности узнаем далее. Мы объехали практически весь город. Основное смотрели, конечно же, зимнюю уборку. Можно отметить следующее, что город уверенно справляется с последствиями больших снегопадов, но если территория очищена, проезжая территория очищена, то места складирования снега временного, так называемого, когда производилась очистка дорог, улиц, тротуаров, образовались некие снежные валы и куча. Вот сейчас это основная задача городских служб, коммунальщиков и коммерсантов, предпринимателей, которые очистили подъезды к своим магазинам, но оставили эти валы на дорогах, где-то на зеленых насаждениях, на кустарниках, деревьях и так далее. Хочу на это обратить внимание, поскольку сроки складирования снега после снегопада очень небольшие и требуется в кратчайшие сроки привести территорию в порядок, а снег вывести на снегосвалки. Вся информация по наличию и адресной части снегосвалок имеется в администрации. В случае невывоза снега, Государственный административно-технический надзор будет принимать меры административного воздействия. Также хотелось бы отметить, что есть ряд учреждений, в том числе и социальных. Это детские сады, школы, техникумы, где на кровле имеется в связи с такой погодой дневной, когда тепло и ночные сильные заморозки, имеется возможность образования наледия, сосулек, снежных шапок. И мы сегодня это увидели. Поэтому очень хочется также, пока в порядке профилактики, предупредить руководство данных учреждений, обратить внимание владельцев зданий на то, что уже пошло образование снежных наледей на кровле. Значит, необходимо удалять снежную наледь, шибать и нанимать, возможно, бригады. Каждый справляется своими силами. Коммерсанты несут свою персональную ответственность, социальное учреждение свою. И в связи с этим очень активно смотреть это практически ежедневно. Поскольку сбили один раз, если тепло уходит с кровли, значит, соответственно, будет образование еще. Весенний период он всегда такой. И также обращаю внимание, что если Государственный административно-технический надзор выявляет такое нарушение, то штрафные санкции там тоже достаточно высокие. Вот 15 тысяч. В преддверии президентских выборов в Подмосковье стартовала лыжная эстафета, целью которой является повышение электоральной активности избирателей. Начало она взяла в Химках 10 февраля. И вот 13 февраля эстафету принял и наш город. Подробности далее. В рамках 4-го Московского областного фестиваля Подмосковье выбирает лыжную эстафету, поддержал Электрогорск. Ее организатором стала территориальная избирательная комиссия при поддержке администрации, городской общественной палаты и общеобразовательных учреждений. Это лыжная эстафета, лыжные гонки. Вчера мы приняли эстафету от городского округа Ликино-Дулева. Сегодня эта эстафета стартует в нашем городском округе Электрогорск. И завтра мы эту эстафету передаем Ногинскому муниципальному району. Данное мероприятие приурочено, вернее всего, проводится в преддверии выборов президента Российской Федерации и посвящено наиболее массовому виду спорта, интересному виду спорта, лыжным гонкам. Возле Фок-Лидер состоялась спринтерская гонка, в которой соревновались самые сильные спортсмены нашего города. В этом году им предстоит первый раз пойти на выборы, и это большая ответственность. Сегодня у нас проводится лыжная спринтерская гонка наших чемпионов, наших молодых людей, которые в дальнейшем, мы думаем, будут нашими лидерами, нашими олимпийцами. В конце мероприятия все его участники приняли участие во флешмобе, выстроившись в галочку символ избиркома. На большом плакате все городские округа Московской области, в том числе и наш, ставят галочку в знак того, что придут на выборы и будут в них участвовать. В этот день электрогорцы сказали свое «да» участию в предстоящих выборах президента страны. Из Электрогорска символический избирательный бюллетень отправится в Ногинский муниципальный район. Лыжная эстафета Подмосковья выбирает продлиться до 17 марта. Утро с цветами и признаниями в любви влюбленные всего мира отметили День Святого Валентина. 14 февраля на городских улицах можно было встретить гораздо больше улыбающихся лиц, нежели в обычные дни, а в цветочных магазинах небывалые очереди. Все о «Стрелах Амура» в репортаже наших специальных корреспондентов. Любовные письма, признания, необычные сюрпризы. Все это, конечно, мы можем дарить своим половинкам постоянно. Но если кто-то стесняется, для этого есть особый день. 14 февраля. Хоть это не наш праздник, но он успел плотно закрепиться среди влюбленных и стать еще одним красным днем в их календаре. Свидание за свиданиями, неделя за неделей. И все это идет к серьезным отношениям. Самое время прозвучать главным словам. Наступает День Святого Валентина. А чем это не повод признаться девушке в любви, чтобы в ответ услышать «Я тебя тоже». Сегодня мы решили пройти по городу и спросить у влюбленных, как они прознавались друг к другу в своих чувствах. Может быть, кто-то сделает это прямо сегодня. Добрый день. Сегодня мы проводим вопрос и хотели бы спросить, как вам оригинально прознавались в любви? Ой, ну там, знаете, такая ситуация получилась. Я с утра выхожу в школу, открываю дверь в подъезд и просто лепестками роз выложено мое имя и сердечко. Черт, это было мило. Это здорово. Стихи посвящали, ну, как всегда, цветы, Валентинки. Были. Всегда. Как вам признавались любви? Подарили цветы с утра. Это очень здорово. Никак еще. Она на работе, я на работе. Вот вечером надо будет что-то думать. Вы можете сказать, как вы своей жене признались любви? Я со страхом большим признавался по СМС. СМС? Настоящее чувство, без слов. Главное поступки, да, точно. Не, что вы, я дралась с мальчиками. Один из главных символов праздника – красная роза. Ведь дарить цветы любимому человеку – это один из способов выразить чувства. В такие дни, как сегодня, цветы скупают в считанные часы. Да, активно приходит. Молодежь уже начала ходить с ночи. Покупают мягкие игрушки с сердцами. Дети поменьше покупают валентинки разные. Постарше покупают, конечно, красные розы. Потому что это символ любви, благополучия, счастья. Всего, что все равно ассоциация красной розы – это самая продаваемая роза в этот день. А так, конечно, берут всякие сборные букеты и по отдельности. Контингент, конечно, людей абсолютно разные от мал до великого. Цветы, открытки, шары и конфеты – лишь атрибуты праздника. День Святого Валентина – это еще один повод сказать любимому человеку самые сокровенные слова. Тут на высоте можно все Знаю, что он нас несет Я тебя, я тебя догоняю Между нами любовь Между нами любовь Между нами любовь Вот такая, вот такая любовь Между нами любовь Между нами любовь Между нами любовь Вот такая, вот такая любовь 15 февраля – Международный день детей больных раком. Этот день проводится более чем в 90 странах. Актуальность проблемы, которой посвящена сегодняшняя акция, к сожалению, возрастает. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает. Но все же, если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Детям с этим страшным диагнозом приходится буквально жить в онкологических диспансерах, поэтому им так необходима и цена помощь и поддержка. 13 февраля маленьким пациентам онкологического центра «Балашихи» передали игрушки и канцелярские товары для проекта «Коробка храбрости». Подробности далее. Дети в больницах постоянно преодолевают страх и боль. И самое страшное для них происходит в процедурном кабинете. Сдача анализов, перевязки, обработка ран, установка и промывка катетеров. Иногда малышей до истерики пугает простой врачебный осмотр. Впервые о «Коробках храбрости» рассказали дети, которые ездили лечиться за границу. Там в каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка, в которой хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это призы за храбрость. И поэтому коробка так и называется – «Коробка храбрости». С того момента в некоторых московских больницах появились такие коробки. Акцию поддержали российские благотворительные фонды. И теперь она получила широкое распространение и объединила сотни людей. Волонтерское объединение «Капитошка» организовало эту акцию. К ней присоединились и другие города. Мы очень рады, что наше волонтерское объединение теперь уже настолько расширилось, что к нам присоединяются и другие города. Наши «Коробки храбрости» сегодняшняя акция стоят в городе Ногинске, в городе Павловский посад. И вот сегодня мы приехали в Кузнецовскую школу для того, чтобы поблагодарить ребят, родителей, педагогов, за то, что они приняли такое активное участие в этой акции. С большим удовольствием и ответственностью отнеслись к акции родители и учащиеся Кузнецовской школы. Для них это первое мероприятие, проводимое совместно с «Капитошками». С лицеем города Электрогурска насвязывая давняя дружба. Было очень много совместных мероприятий и дел. Особенно это были дела благотворительные. Приезжали к нам на новогодние ёлки, показывали спектакли. А сегодня мы рады принимать у себя в гостях представителя лицея. И нам оказана огромная честь участвовать, быть преемниками, сотрудничать с волонтерским движением. Первый шаг мы уже сделали. «Коробка храбрости» для детей больных онкологией. И я надеюсь, что эта работа, это движение поможет и нашим детям стать более добрее, наверное. Жить с приставкой «со», сострадать, сочувствовать, сопереживать. И, конечно, мы эстафету волонтерского движения принимаем с большим удовольствием. Депутат Московской областной думы Линара Самеденова приняла участие в акции и посетила Кузнецовскую школу. Мы сегодня собрались по очень, с одной стороны, праздничному поводу, потому что отделение электрогорской волонтерской организации «Капитошки», которое летом мы отмечали 6 лет, создается на базе школы в Кузнецах. Мне кажется, это очень, во-первых, символично, потому что у нас год волонтерства. Мы стараемся на всех структурах и власти в том числе, и на уровне правительства Московской области, и Московской областной думы, и нашего регионального законодательного собрания поддерживать все волонтерские инициативы, поддерживать активистов, людей, которые хотят совершенно безвозмездно делать какие-то хорошие, добрые дела. И сегодня то отделение, которое создается на базе школы, я думаю, что это будут новые, прорывные какие-то проекты, это занятость для наших детей, это очень важно. И мне кажется, это одно из самых важных, когда нашим детям есть чем заняться, не только в учебное время, и когда наши дети могут делать какие-то хорошие дела, совершенно осознанно понимая важность тех проблем, которые есть в окружающем нас мире. Коробки, до самого края наполненные подарками, являются прекрасным подтверждением тому, что дети неравнодушны к бедам и сложностям, с которыми сталкиваются другие люди. Находясь рядом с детьми и отвечая на их вопросы, депутата поразила их внимательность, серьезность и отзывчивость. Сегодня, открывая мероприятие, поразила серьезность, осознание и понимание той проблемы, по которой мы проводим акцию у детей, даже у младшего школьного возраста. Ребята спрашивали о том, болеют ли этим заболеванием дети младше пяти лет, а сколько всего по стране болеет наших детей. И то неравнодушие, с которым они отнеслись к этой акции, мне кажется, еще раз говорит о том, какое хорошее у нас подрастающее поколение, о важности того дела, которое мы делаем. И у него очень хотелось, и я всегда готова помочь и поддержать все наши волонтерские акции, чтобы таких добрых дел становилось как можно больше. Четыре коробки храбрости были переданы в онкологический диспансер Балашихе. И все, кто внес этот небольшой вклад в большое благородное дело, понимают, что каждая игрушка, каждая вещь высушит еще одну слезу больного ребенка. Подпольный цех с 17 тысячами бутылок паленой продукции выявили в Электрогорске. Об этом нам сообщили в пресс-службе Росалкоголярегулирования. В ходе проверки сотрудники обнаружили подпольный цех, в котором злоумышленники производили суррогатный алкоголь. Подробности в материале коллег. 12 февраля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками МВД России Павла Посадский проведены контрольные мероприятия на территории Электрогорска. В ходе проверки помещений на улице Буденова установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также маркированные федеральными специальными марками с признаками подделки. Обнаружена кустарная линия розлива, ямкостной парк, более 17 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции различных видов и наименований, 11 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также 1 тысяча поддельных федеральных специальных марок. В настоящее время основное технологическое оборудование, сырье, готовые продукции и федеральные специальные марки арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование. Владимирский художник Владимир Рыженко работает в жанре классического пейзажа, натюрморта, портрета. Получив профессию врача и отработав по распределению положенных 3 года, ушел из медицины. Любовь к живописи оказалась сильнее престижной профессии. Эта выставка картин уже вторая, которую он проводит в нашем городе. И видно, что творчество художника не оставляет равнодушным никого. Наша съемочная группа побывала на открытии экспозиции. Любители живописи совершенно разных возрастов и профессий пришли на открытие персональной выставки художника Владимира Рыженко «Отраженный мир». Картина художника написана в основном маслом в жанре классического пейзажа, натюрморта, портрета. Автор картин старается донести до зрителя натуру природы естественной, такой, какая она есть. В работах Владимира Рыженко порой прослеживается собственное отношение к образу, природу, эмоции, выраженные в цвете. С 2002 года Владимир Александрович Рыженко является членом Творческого союза художников под эгидой ЮНЕСКО. Работы Владимира Александровича находятся в частных коллекциях в России и Заружу, в Италии, Англии, Черногории, Голландии. Прекрасное изображение того, что является нашей жизнью, но то, что мы порой не замечаем в будничной суете, под кистью художника искрятся жизнью, вселяя чувство восхищения и умиротворения. Каждая картина притягивает к себе, потому что здесь, на каждой картине, реальная жизнь нашей России. И у нас будет прекрасная возможность в течение месяца приобщиться к творчеству великого художника, и мы приложим все усилия, чтобы и наша молодежь тоже приобщилась к творчеству. Такие по-русски простые и душевные полотна заставляют зрителя остановиться, вспомнить самые светлые моменты жизни, на несколько мгновений вернуться в детство и даже написать стихи. Второй раз мы присутствуем на вашем ренисаже, причем выставка 2015 года, ровно три года прошло, с того дня, когда мы впервые познакомились с вашим творчеством, произвела на меня настолько сильное впечатление, что я вот в течение двух дней ходил по тому вернисажному материалу, значит, и у меня родились стихи. И я хочу вам на память подарить вот как раз тот маленький сборничек, который называется «В электрогорский вернисаж» по стихи с натурой, так назвал я, как зовут. Художник Владимир Рыженко пишет пейзажи, натюрморты, портретные картины, но именно пейзажные работы являются одной из важнейших сторон его таланта. Среда художественная, она вот и обилие красивого вокруг, то, что вот эти природа, леса наши, озера, вот это вот оно заставляет куда-то это выплеснуть, вот эти впечатления, и поэтому пришлось самому осваивать масляную живопись для того, чтобы более, ну, скажем так, близко отразить природу. Вот, ну, в качестве материала я избрал вот масляную живопись, хотя можно и карандашом, и акварелью, но как бы масляная живопись мне ближе. Своё вдохновение художник черпает из всего, что его окружает. Красота рек и бескрайних полей, синего небес и разноцветия лугов. Именно природа стала самым главным учителем для молодого живописца. Вдохновение, это вот я выхожу в лес, и закаты, когда верхушки позолотило закатное, хочется запечатлеть, потому что вот даже фотоаппарат этого не передаёт. Я фотографирую, но цвета нет этого. И хочется вот по памяти где-то придумать даже гиперболу, где-то сгустить краски для того, чтобы передать это впечатление. То есть, прежде всего, позыв – это вот эта эмоция, которая рождается, когда ты видишь красоту. То ли в людях эта красота, то ли в натюрморте, то ли в пейзаже. И вот это заставляет брать кисти, мольберты и писать, писать. В этом году выставка произведений мастера продлится чуть больше месяца – с 14 февраля до 25 марта. Посетить её может каждый желающий совершенно бесплатно. Не пропустите возможность приобщиться к прекрасному и сходите на неповторимый вернисаж талантливого художника. Смотрите новости на канале в Ютубе, ВКонтакте и на нашем официальном сайте. В студии была Ольга Костина. Хороших вам выходных. До встречи на канале ТВЛ. ТВЛ.